Всем привет! Еще немного рефлексии насчет конкурса. Я вижу, что некоторые неправильно поняли посыл моего видео и ставят мне в вину какую-то обиженность, то, что я не умею проигрывать. Я умею проигрывать, но играть нужно по правилам. Меня немножко задевает эта несправедливость. И переобувание на лету. Святой господин Зилков под конец конкурса дал пососать всем участникам свою бибу. Кто-то пососал и остался доволен. Мне его предложение совершенно не понравилось. В чем прикол? Есть такой проект, называется Guitar Battle. Вот там был батл между Мерцким и Брославским. Если я ничего не путаю. И там были в жюри просто девушки. Там кто-то занимался, по-моему, журналистикой, еще чем-то. То есть, в принципе, далекие от игры на инструменте люди. Это было обозначено заранее, до начала, собственно, самого батла. Ни на что серьезное это мероприятие не претендовало. Это просто шоу. И жюри там, это тоже элемент шоу. Ну, типа, прикольно. Девчонки судят гитаристов. Кто за что. Там может кому-то понравились волосы, кому-то движения, кому-то татуировки, кому-то еще что-то. Это такое мероприятие. Здесь же господин Зилков четко обозначил. Где-то есть его комментарий. Он обозначил, что накручивать, за накрутку он будет карать. И накрутка в данном случае ничего не даст. Потому что в конце все будут решать жюри, которые шарят во всей этой теме. Компетентные люди. Компетентные люди. Компетентные в чем? Очевидно, в аранжировке песен. И вот до поры до времени все было в рамках заявленной концепции этого конкурса. Сначала отбраковка Зилковым. Кстати, меня бы нисколько не задело, если бы я не прошел вот этот отсев Зилкова. Ну, у него есть какие-то свои понятия. Он мог меня отбраковать. Это было бы по правилам. Далее, зрительское голосование. Опять же, все честно, все по правилам. Кто считает, что у меня есть какая-то накрутка, какие-то голоса хейт паблика, не поленитесь для начала и проверьте эту информацию. Видно за меня, кто голосовал. Откройте голосовалку, откройте хейт паблик, сверьте хотя бы людей, чтобы не быть голословными. Я не проверял. Естественно, голоса хейт паблика есть. Но я думаю, в районе 20, так, на вскидку. Может, меньше. То есть моя ставка 20 и меньше. И вот пришел этот момент жюри. И нам выкатывают пушной, головин, зелков, аверьянов, пешков и корней. Корней. Открываем Википедию. Большой опыт. Хорошо, принято. Хотя я уже не помню, как он судил, потому что у меня полыхнуло от пушного. Хорошо, корней. Принят. Зелков принят. Аранжировщик. Аверьянов принят. Играет с артистом. Играет сам. Далее. Головин. Головин – это просто гитарист, инструменталист. У него есть песни? Покажите. Если нет, то что он здесь делает? Дальше. Некто Пешков. Это чел, который участвовал в каком-то там позапрошлом конкурсе. Он пишет музыку для театральных представлений. Охуенное представление компетентного члена жюри. Ну, хорошо. Пишет он песни для театральных представлений. То есть, мы переходим на его страницу. Там какое-то просто перечисление, что я написал для этого, спектакль для этого. Ну, и там довольно мало. Ну, и допустим, вот сейчас не поленюсь, достану, зачитаю, как судил данный гражданин. Вот человек, за которого я отдавал голос, Митя Ерофеев. Сейчас почитаю, что Пешков про него написал. Читаю. Василий Пешков. Комментарий о работе Митя Ерофеева. Забыл скопировать тейк 11-12 секунда. Зачем этот провал? Техничный косяк? Технический косяк? Для полета воздуха не хватает. Скорее бежим. О чем соло? Круто играет. Ну, о чем? В конце хочется бежать в каком-то новом качестве. Подголовки на гитаре плюс, но до этого все равно не хватает вариаций фактуры. В целом, круто, видео супер, но в счет не пойдет. Вот начало. Забыл? Забыл скопировать тейк 11-12 секунда? Вопрос. Зачем этот провал? Вопрос. Технический косяк? Вопрос. А к тебе вопрос, Пешков, Василий. Ты что, долбоеб? Ты не понимаешь, что это технический косяк? Да это очевидно, что это технический косяк. Это очевидно. Ты профессионал или ты хер с горы? Это очевидно. Это треть его рецензии. Дальше. В конце он написал про видео. Написал про соло. О чем соло? Да какая хуя разница, о чем соло? Соло это часть, которая выбрасывается из песни, и песня ничего при этом не теряет. Вот это оценка некого Василия Пешкова, ноунейма, у которого на странице нет никакой музыки. Классный судья. Я просто даже не буду читать, что он про остальных написал. То есть вот он пишет вопрос. Это что, брак? Это что, технический косяк? Да, блядь, это технический косяк. При этом он пишет, вот, например, про Павла Михалева. Извини, Павел, что я тебя так часто упоминаю, но как бы первое место. Я к тебе лично никаких претензий не имею. Я говорю только о судействе. Павел Михалев. Вот он, например, концовка. в целом, очень хорошая драматургия, за исключением небольших провизов, после дропа, немного недобор. И вот он пишет такие слова, Антон Григорьев, ироничный звучок в финале, широкий тембральный диапазон. Вот он пишет такие вещи, такие слова, абстрактные очень. И он замечает косяк у Митии Ерофеева. Работу Митии Ерофеева можно занести на радио, я думаю, процентов 90-80-90 я бы дал, что эту работу возьмут, и этот косяк никто не заметит. Но косяк у Павла Михалева с этим с громкостью, что у него интро торчит, что у него куплеты, припевы тише, чем амбинентные части. Это конкретный брак, и ты вот этого не слышишь, но ты доебываешься до какого-то косяка, и даже не понимаешь, косяк это или нет. Вот это судья. Бездонная 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ты беги-беги, нарезай груди, привет передай, мой вьюги, подруги моей Улыбаясь причиной бес на игрушечном языке, я бегучий отдал строке лунтик небес Да я листину волок и до пятницы отлажен И следы, где птица белая в тоске А тьмы скрыла белья нас Как будто розы опадают И умирают Дай слово мне, что только я Далее, Пушной, с которого у меня вообще сгорело все Пушной отдал первое место, мотивируя это тем, что это классное соло И классный переход в новую тональность А что ты, Пушной, скажешь на конкурсе гитаристов, интересно Что ты будешь там оценивать, если на конкурсе аранжировщиков ты оцениваешь соло Блять, реально у меня ощущение, что это какой-то сюр просто Серьезный конкурс От начала и почти до конца он был серьезным И в конце, блять, говно на лопате выкатывают Жирите Это просто какой-то пиздец, плевок всем участникам Почти 500 человек работало Тратило время И на выходе Пушной говорит Тебе за соло первое место Тебе второе место За то, что у тебя рифы В моей работе он сказал Плюс за то, что в конце есть Риф Ковбойс Фром Хелл Пантера, да, друзья, Пантера в финале прозвучала За это Толгату отдельное спасибо от меня Но лайк я поставлю не только за это За рифовость аккомпанемента тебе лайк Ну и за Пантеру в конце, естественно, тоже Эта часть вообще не важна в песне Пушной, блять, очнись Это конкурс аранжировщиков Тут похуй на соло На какие-то приколы в конце На то, что какие-то есть Похожести на Системы Фуддаун Или, блять, на Даунуф Юржа Паун Это все мне важно в этом конкурсе В этом конкурсе важно Какую ты сделал песню Как я оценил, например, песню Мысленно убираешь оттуда голос Слушаешь Голос хочется вернуть или нет? Хочется спеть Поверх этой минусовки или нет? Если нет, значит сделано отдельное произведение Не требующее вокала Вот и все Если голос хочется вернуть Отлично получилось Значит минусовка В которой чего-то не хватает И это что-то именно голос И вот мы имеем примерно такую ситуацию Как будто Был объявлен конкурс По фигурному катанию И вот, блять, 500 человек Почти готовилось Отсеивали их Строгий взялков Специалист отсеивал И вот мы подбираемся К финалу К жюри И в жюри у нас Окей Окей Один мастер спорта По фигурному катанию Второй какой-нибудь Тоже мастер По парному фигурному катанию Третий тоже По фигурному катанию А трое других Блять, хоккеисты Вот Пушной это хоккеист Он вообще не отдупляет Блять, о чем этот конкурс Хоккеист судит Фигурное катание Он смотрит на то, как Сильно ты ебанешь Об борт Своего соперника Как быстро ты встанешь Может быть, он смотрит Он смотрит, блять Оценивает Твои мышцы Он отдаст победу тому Кто выйдет с клюшкой Это реально Просто какое-то оскорбление Воспринимаю это Как оскорбление Всех участников конкурса Заявлен серьезный конкурс С компетентным жюри Если в жюри Кто попало И они просто голосуют На вкус и цвет Тогда не нужна Всю эту серьезность Пушному Можно было дать Любую работу Где мимо тональности Наебашина Он все равно соло Он соло слушает Он соло слушает В чем смысл этого отбора От браковки участников Да пошло, блять Отдаст тому, кто рифы сыграл И кто соло сыграл Первое место Расул Изатов Вот за это соло Михаил Сибирцев Получает, конечно же От меня второе место Потому что Потому что Это в основе рифы И третье место По совокупности Получает Андрей Кустарев Там и Гитары И Синт И Очень Внимательное Отношение К деталям Кстати Пушной Сказал, что Павел Михалев Единственный Кто Использовал Соло Тему песни Павел Михалев Это был единственный Из десятерых Участников Кто Соло Сыграл С неким Элементом Переклички С мелодией Голоса То есть Была мелодия Голоса Началось соло И соло Как бы повторяет Немножко Мелодию голоса Это очень круто Но я тоже Использовал Соло Тему Вокальную Из песни Из бриджа Он этого Не заметил Да потому что Все И вся Рукава Делается Мне совершенно Не обидно Что я не занял Первое место Второе Ну конечно Победить приятно Но у меня нет Такого отношения К музыке Чтобы меня задевало У меня отношения Песня Песня написанная Ненаписанная Выигравшая Часто называют Часто называются Часто называются Чжюри Но в вопросе Они некомпетентны Ну имею ввиду Гитарбату Где были девушки Судик Если бы Это все Подавалось Изначально Таким образом Зелковым Что я Отбрахую Плохие работы Потом За нормальное Вы проголосуете Выберите лучшее А потом Жюри На свой вкус И цвет Просто Как им Заблагорассудится Выберут Победителей Естественно В такой ситуации Победе Слишком много Зависит От вкуса Всем могла Понравиться Работа Фокеева Это бы не значило Что она лучше Чем работа Кустарева Но это было бы Просто заранее Оглашено Что это Голосование Просто чистое Субъектичное Пушному Понравились Рифы Головину Понравилось Соло Например Корнею Еще что-то Понравилось Но Подавалось Все Именно Как Я Отбрахую Я выберу Лучших А потом Из лучших Компетентные люди Выберут Победителя Что в итоге Классный Интересный Конкурс Интересное Задание Интересная Задумка Сделать Аранжировки Отбраковать Худших Проголосовать И на выходе Профессионалы Этого дела Будут судить Что получилось Почти 500 человек Подали Заявки На участие Были Отбракованы Работы Похуже За нормальное Было Организовано Голосование Дошло Время Дочери Святой Саша Зелков Снимает Штаны И дает Всем Отсосать Вместо Нормального Судейства Получите Пушнова Который Голосует За гитарное Соло Пушнова Купи Альбом Джастриани И слушай Гитарное Соло Специально Для тебя Цитата Моего Любимого Горячо Любимого Игоря Семченко Спасибо За ваше Судейство Я могу Вам Это все Что я буду Сказать Спасибо Большое И ваше мнение Абсолютно Насрать Всего хорошего